следующим номером нашей программы будет можно санвайт с песней вири волн между прочим между прочим я вначале думал что это что-то новое тоже вот оказалось что это с того альбома который как он называется аскорин за end of the world до скорин за end of the world и я помню что там ну как-то маловато было каких-то интересных решений какого-то яркого музыкального креатива и тем более яркого вокального перформанса то есть можно и санвайт как будто не знали вообще про что этот альбом будет по крайней мере у меня тогда впечатление сложилось такое на релизе они знали это должно быть какой-то но с готичным налетом к их привычный вот этот вот melodic metalcore там с клавишами симфониками или еще с чем-то либо это должно быть кислотно-индустриальное что-то типа как это было на раннем типа creatures либо это что-то должно было быть более индустриально киберпанковая как они это деле делали в песне сайбер хех вот кстати сайбер хех наверное это одна из единственных синглов которые мне зашли поэтому вот этот на слух вот этот веревольф я его не помню но давайте послушаем может быть мне понравится может быть мне понравится есть меню свое мнение я как бы человек всегда открытых взглядов может быть в этот раз чё-то я такое услышу погнали вот вот такой вот индустриальный звук с арпеджированным синтон и мам им идет очень хорошо вот очень хорошо вот стоил мне кажется вот такой вот индустриальный дарквейвовый звук с готичным налетом развивать и дальше потому что вот то что они делали на том же слотер хаусе это было но как будто копирка копирки 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 нормально нормально мне нравится вот этот попсовый или глэм роковый даже припев который почему-то мне даже напоминает этих айстейн киллзов то есть с таким же с полуоперным с полу мюзикловым пафосом вокала с такой же вот такой рваной ритмикой тогда 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 то-то прикольно 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 я да я конечно все понимаю да это прям совсем уже такое такое прям конкретная конкретка конкретная отсылка к дискотеке 90-х или двухтысячных вот с вот эти вот бенгерам которые из умера наверняка не слышали которые это да 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 somebody's watching me да было 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 такое прям один в один просто вот стоило бы определиться на вот таком звуке мне нравится вот такой вот вот такой более мюзикловый более танцевальный более синтовый даже типа тут сведению и за зажимы и компрессии youtube ски мне кажется они мешают а наоборот даже помогают вот такому звуку то есть если бы они бы сделали бы полноценный вот такой вот индустриальный киберпанковый местами станциями местами с большей агрессии местами с большим металлом то есть мне кажется было бы лучше короче сам синглос хорошего синглос отдельно мне нравится пока я говорю это вот каждый раз каждый раз музыка вообще ценность любой музыки в том числе и как бы включая музыку motionless and white что в зависимости от того с каким настроением ты туда подойдешь с каким состоянием ты начнешь слушать то с таким же ты уйдешь да иногда бывает так что музыка цепляет и совершенно по-разному то есть в один момент ты слушаешь вот эту же песню среди вороха всего всего-всего-всего потому что я помню вот первое ощущение вот прослушивания от альбома я думаю боже что это за вот этот вот винегрет и какой-то вязаный веник из мотков всего и сразу а вот так вот отдельно такая танцевалочка с хэллоуиновской темой с попсовым дискотечным восьмидесяточным припевом вот таким хорошо для можно с инвайтов это кстати новинка в некотором роде мне нравится что они стали оставлять гитарный соляк вот именно солировать без ничего а добавили сюда еще как вокал и сделали из него полноценный бридж потому что соляк там ни о чем я не ожидал я совершенно не ожидал что мне она зайдет а ну-ка чисто ради для сравнения вот я же помню не помню впечатление от сайбер хеха я помню впечатление от слоттерхауса я помню мы еще слушали мы еще какой-то тима слушали по моему даже на каких-то реакциях мастер писк садине слушали собственно скорин зенов заворот был до ну да что-то пауз конечно лютое было лютое было лютое бы лютое было барахлина дам вот это вообще это вообще прекрасно это тупо этот хелл сонг от сам потеван я говорю ребята ребята креативили по полной программе ребята креативили на полной программе тупо не знаю куда дальше двигаться кстати это это нормальная ситуация для многих коллективов особенно в нынешнее время когда объективно что получается так что не куда больше как бы двигаться там в креативном плане да твой изначальный весь жанровый фундамент он как бы сам себе исчерпал от чего-то каких-то новых впечатлений их новых идей новых вдохновений пока увы нет и как бы вот в таком случае случае motionless and white это выглядит как я много раз приводил это сравнение открытые холст до белый и на него накидывают тупо все краски которые только можно и что останется то и останется и потом смотреть потом по прошествии времени да как это что будет работать на мой взгляд именно песни типа сайбер хеха или вот этого же вере вульфа идеально работают для них данном случае то есть они сохраняют свой индустриальный такой фундамент который у них так или иначе был всегда будет альбом кричерс или будь это тоже условный кто что у них было более-менее но у них были пианино типа в reincarnate в в devil's night вот такие вот более готичные такие закосы но мне нравится мне нравится мне нравится то что они вот сюда могут впихнуть больше электроники вот такой стиль и что они могут запихнуть вокал цирольника то есть этого криса вокалиста и авто тюнить его как угодно потому что если вы назывались индустриалом ну собственно там уже эффекты на вокале это само собой разумеющиеся и все несовершенства своего исполнения можно прятать под эффектом и назвать это стилистическим решением поэтому поэтому вот именно вот этот сингл вер вольф мне очень понравился это наверно один из немногих синглов который мне понравился наверно вот это даже на первом месте а потом наверно сайбер хех потому что все остальное либо она прям как-то либо она совершенно не оригинальная типа вот этого hells of gods am 41 либо 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 да либо такой slaughterhouse ренденден ради рендендена причем исполненный очень криво но я говорю если они будут дальше развивать вот такой индустриальный звук и вырулить что-то похожее на последний альбом архитекторов мне кажется будет очень даже неплохо в конце концов лучше пусть креативе чем не креативит мне кажется любой движ это это лучше чем как бы попытка педалировать один и тот же альбом снова и снова поэтому 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 вот такие вот танцы мне нравятся вообще я считаю надо больше танцев металле потому что без танцев как-то чему это все чему это все вообще и если у нас крутые танцы выдали те же айс на инкилзе почему бы тем же motionless and white мне делать что-то подобное вполне мне кажется у них как раз и стилистический такой вот весь визуально-концептуальный нарратив с хорроровыми элементами тянет очень неплохо посмотрим 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 на данный момент мне очень прям зашло